Друзья, всем привет! Вы на канале ДжиДжи, меня зовут Влад, и сегодня у нас в гостях вот такой большой японский старый грузовик. Давайте покажу, какие возможности у него есть. Двигатели все кусаются по деньгам. Начинаем он от 12800 и заканчивая 25500. Я предлагаю ставить прям вот номинальный двигатель, чтобы посмотреть, насколько машина поползет вообще с таким движком. Коробка точечная, есть еще несколько на выбор. Подвеска штатная и высокая, но, честно говоря, небольшая разница, поставил повыше, сейчас поймете почему. Шины обычные, с хорошей проходимостью для грязи и с отличные штатные варианты, но я поставил себе вот такой вот, наподобие как у Татры. Мне очень нравятся шины у Феникса визуально. Здесь такие же, и, кстати, с цепями колеса есть, вот тоже вот такие липучки. Выглядит очень неплохо. Дальше, лебедку не трогаю, потому что и так понятно, но есть несколько вариаций аж за 38000. Шноркель у меня уже установлен. Обратите внимание, длинный и скованного металла. Модули кузова, наверное, самая интересная часть, потому что давайте пробегу сейчас по тем версиям, которые сделал автор. Кран я уже поставил. Следующий пункт радует переводом. Длинная плоская кровать. Ну, по-другому, честно говоря, я не знаю, как это назвать. Обратите внимание, третья ось, мне кажется, находится четко посередине этой платформы. Есть вот такой вот радар. Наведение большой мощности с запасными еще деталями для ремонта и топливным баком аж на 400. Выглядит все, я бы сказал, очень неплохо. Автор здесь постарался. Очень крутая, сейчас немножко изменю положение камеры, бочка для пожаротушения. Обратите внимание, как проседает грузовик при условии того, что вам придется ее еще заполнить водой. В настоящий момент она пустая. Напомню, что если мы берем топливные цистерны, они полные в штатной версии игры. А если мы берем бочки для воды, то они изначально пустые. Нам нужно ехать к водонапорной башне. Стандартная такая бортовая платформа, кузов. Есть такой же вариант, но уже с тентом и набором запасных частей. Пять колес и небольшой топливный бак на 150 литров. Есть топливная система. Плюс три запасные колеса. Я так понимаю, что они находятся вот в этом боксе по заде автомобиля. Есть обычная бочка для воды. То есть автор большой молодец. Сделал достаточно широкий набор для тушения пожаров. Есть и все, наверное. Я хотел сказать еще дополнительный какой-то кузов, но нет. С точки зрения визуализации можно поставить вот такие плакатики, скорее всего, на бортовую машину с тентом. Дополнительная сирена. Как вы видите, это большой грузовик, который использовался силами самооборота Японии для оказания помощи при стихийных бедствиях. Вот здесь очень правильный комментарий, потому что девятый сезон весь посвящен именно тушению пожара. Модель является старым транспортным средством, но грузовик уже давно любим благодаря гибкости опций. Дальше бампер без вариантов, так же как решетка радиатора. Можно поставить несколько видов дисков, включая вот такие нештатные. Ну и, естественно, если вы берете штатную резину какую-то, то и диски будут игровые. По цветам машина, ну, в принципе, вся в такой военной символике. Я имею ввиду цветовой палитре. Поэтому, ну, даже не знаю, давайте какой-нибудь монотонный возьмем. Тот, который был темненький. А с точки зрения кузова, давайте сейчас поставлю, наверное, самую длинную платформу. Вот ту большую плоскую кровать. Где она? Вот она. И посмотрим, как все это будет выглядеть. На станянке нас уже ждут еще две модификации. Сейчас переведу время на дневное, чтобы все было хорошо видно. И посмотрим, как выглядит машина. Кстати, обратите внимание, как круто выглядит кабина. Очень неплохо. Конечно, мы знаем и более лучшие варианты. Но с точки зрения именно проработки, мне кажется, неплохо. Я здесь как-то брал 9000-й Ford. И у штатной машины идеальная кабина. А вот у модовой короткой версии, ну, блин, просто фотографии вместо приборки. Обратите внимание, что оживает, к примеру, часть приборной доски. Я сейчас попробую еще поехать и посмотрим. Да, спидометр тоже живой. И это здорово. Две версии, как и обещал, уже ждут нас на парковке. Это машина с пожарной бочкой. Ну, клево же, да? Вот причем она идет на зимних колесах. А стандартный борт, это уже вот те колеса, которые у меня. Конечно, перевешивает корма этот грузовик. Я еду забирать большой контейнер с мусором. Тот, который у нас есть в восьмом сезоне. Их нужно отвезти два. И маршрут будет интересный по тому, где мы с вами ехали на Пасифике. И тащили в автовозе огромный грузовик. Машина достаточно мягкая. И, как вы понимаете, я не зря взял высокую подвеску. Кузов очень длинный. Для того, чтобы не загребать кормой шибкой, не садиться на нее. То есть, выезжать из разных неприятных локаций. Как раз здесь все-таки нужна подвесочка повыше. Я надеюсь, что грузенная машина будет идти немного интереснее. Сейчас пока достаточно легкое поведение. При слове того, что я очень люблю мягкую подвеску. Но здесь вот прямо ее подбрасывает морду очень хорошо. Это понятно, потому что развесовка здесь, наверное, сейчас 50 на 50. Так, а где у него топливные баки? Я вот что-то не могу понять. Ни одного не вижу. И, кстати, обратите внимание еще, вот, Коль, показываю, какой тоненький передний кардан. Задний более-менее, ну, такой вот реально грузовой. Причем такое впечатление, как будто сзади на проволоку привязано. Видели? Это тоже забавно. Автору привет. Надеюсь, что поправит. Потому что мод свежий. Ну и, возможно, какие-то косяки. Мы с вами уже ездили на машинах этого автора. Помните, такой грузовичок был, который в восьмом сезоне я уже тестировал. Видимо, у этого разработчика есть своя фишка. Так, а мы не проехали? Дайте-ка я посмотрю. Как-то вот туда можно проехать, наверное, да? А-а-а. Понятненько. Там была своя дорога. И вот здесь вот камушки. Я могу, кстати, сейчас сдать назад. Попробовать проехать чуть-чуть между елок. Мне кажется, или у меня как будто одна фара работает. Одна горит, а вторая нет. Но выглядит прикольно. Так, вот здесь где-то были парочка елок. И вроде бы там можно было просочиться. Так, вот елочки. Но там такой крутой подъем. И еще, по-моему, стоит дерево. А вот там вот камни. Там я не заеду. Конечно, может быть такой экстремальный сейчас подъем. Давайте попробую. А там посмотрим, чего будет. Выезжать, конечно, будем по цивилизованной дороге. Номинальный двигатель еле-еле стартует. Давайте. Блокировка всегда. Кстати, обратите внимание. Тяжело идет машинка. С моим задним свесом только вот в эти чащи и залезать. Мне кажется, я не пролезу сейчас вот здесь. Меня просто задержат ветки от деревьев. Не пролезли, друг. Только хотел сказать пролезли. И вот эти большие кевларовые деревянные веточки схватили мою машину. Ну, в принципе, хочу налюбить систему. Все честно. Так, а если вот сюда уйти? Здесь веток нет. И вроде бы я могу тут просочиться. Да, все-таки можно было проехать. Я надеюсь, мощности вот этого небольшого крана хватит нам, чтобы поднять мусорный контейнер. Ух, какой здесь склон-то. Давайте по диагонали будем. Движочек прям с трудом прокручивает колеса под нагрузкой. Так, а как нам лучше проехать? Здесь, видимо, какой-то еще подзаезд есть, что ли. Да, скорее всего, вот я правильно повернул. Периодически посматриваю на программу Авермедиа, чтобы в какой-то момент она мне просто не сказала, упс, я подвисла. Так, заборы, заборы, заборы. Он, в принципе, сетчатый, мы сможем его аккуратненько поломать. Очень мягкая подвеска. Сейчас посмотрим, как он будет преодолевать это все груженый. Заодно показал вам клаксон. Так, поближе сейчас сюда встану. Так, чтобы и стрела у меня нормально зацепила. И дополнительные опоры поместились. Такая маленькая палочка-выручалочка. Слушайте, да, по-моему, кузов-то у нас для трех позиций. Я, правда, не знаю, насколько три позиции эта машина увезет. Автор не зря сделал двигатель с такой максимально большой мощностью. Давайте поближе так к кабине поставлю, чтобы все-таки нагрузка была на задней оси. Отлично. Да, трешечка здесь, а в тот кузов, наверное, двушка спокойно влезет. Там, где еще можно поставить тент. Установили, упаковали. И давайте будем выдвигаться. Куда поедем? Я уже сказал, что маршрут у нас будет интересный. Мы будем выдвигаться с вами вот по этой дороге. Вот сюда. Как раз отсюда мы с вами, если я правильно помню, забирали два грузовика. Я только сейчас время заодно переведу, а то уже начало пятого было. Посмотрим, что по топливу. Вроде есть. Так, а вот это такой красивый съезд, что ли, здесь, да? А, нет, это в горку. А выезд идет вот здесь, вот за бетонными блоками. Что, друзья, скажете про этот грузовичок, пока мы только выехали? Как вам? Опаньки. А если вот так? Вот вам и номинальный двигатель. Давайте тогда будем сходу брать. На понижайку и вперед. С трудом он так стартует на ней. Мне кажется, если стартанет, должен поехать. С максимальным движком-то, конечно, каждый может. А вот попробовать вот так, с минималочкой. Конечно, вот по три палета я бы задумался. Я имею в виду, если что, самый младший двигатель. Раскачивается, праворукий. Такое впечатление, что мы прямо упали с вами куда-то в воду. Вот сзади прям вот в этих дополнительных моментах, да, которые ограничены вот этой защитной решеткой, очень не хватает топливных баков. Я надеюсь, что где-то он есть, и вот это не он маленький такой под погрузчиком. Помните, вот эту вот огромную колею я вам про нее рассказывал, что здесь при высоком центре тяжести, если вы загружены, можно аккуратненько сперва сесть на бок, а потом и опрокинуться. В принципе, тащит. Если в горочку идти на понижайке, заранее ее включать, то машинка едет. На автомате, конечно, видите, у него затыки происходят, и это, в принципе, абсолютно объяснимо. Я думаю, что если вместо точечной коробки еще поставить оригинальную, ух, чуть-чуть из-за сохранения игрушечка подвисла. Давайте-ка я как-нибудь кадр какой-нибудь себе заберу в копилку. Ну, допустим, вот этот. Сейчас, секунду, мышка оживет. Если поставить и коробку штатную, то, возможно, машине вообще не хватит ничего. Там, наверное, будет половина мощности. За камни задевает. Не опрокинуть бы японца. Если вдруг вы впервые у меня на канале, и вы задаетесь вопросом, почему я поставил самый слабый двигатель, почему нет каких-то дополнительных опций, почему не максимум тюнинга, друзья, с максимальным тюнингом ехать очень легко. А я на своем канале очень часто не ищу простых путей. Еду спокойно, не торопясь. Как говорят некоторые, почему так непрофессионально? Карта не открыта, а ты уже куда-то поехал. Всегда нужно искать те пути, которые тебе нравятся, которые бросают тебе вызов. И ты готов с этим бороться. Так, не свалиться бы. Здесь тоже хорошее такое местечко. Его лучше, наверное, смотреть от третьего лица. Пойдут сейчас такие плавные переходы по геометрии. Ну и, естественно, лучше смотреть снаружи машины, как работает подвеска. Конечно, было бы здорово поставить сюда какой-нибудь другой бампер или, к примеру, дополнительное оборудование в виде топливных баков, запчастей. Автор, конечно, в этом плане молодец в виде кузова, но, к примеру, что-то на крышу, что-то вот под кузов. Места-то есть. Я очень надеюсь, что в следующих релизах может быть это появится. За что отдельное прям сразу большое спасибо разработчику, то, что машина уже изначально была подготовлена к девятому сезону. Видите, сразу несколько вариантов для перевозки воды. Так, вот здесь надо аккуратненько притормозить, то я вот здесь обычно на мастодонтах ломал чуть-чуть подвеску. А на этом даже забраться не могу. Там чуть побольше газа. Здесь вроде бы как небольшая ступенька, но почему-то на тех тяжеловесах, может быть, из-за массы, я прям очень круто постоянно вляпывался во что-то. У меня минус один, минус три двигателя. Камера, конечно, вот как только упирается в скалы, моментально уходит наверх. Ты хочешь подловить хороший ракурс, чтобы передать всю атмосферу этой поездке, но нет. Камера в скалы уйти не может. Так, осторожно. Давайте прямо между камней попробую проехать. Он мягкий и должен просочиться, если только у него не случится затык по мощности. вот так вот, если его покрасить в какой-нибудь более гражданский цвет, смотреть спереди, ну, как будто какой-то бусик едет, да, не грузовик, а автобус. Да, на понижайке, вот, по крайней мере, с загруженностью в два палета машина очень уверенно тащит. Главное, не останавливаться сейчас. Еще один хитрый такой момент, в котором очень легко можно подзавалиться. Давайте попробую осторожно, аккуратно сейчас проехать. Я надеюсь, мой грузовичок прилипнет сейчас к этой поверхности. Еще один кадр заберу в копилку, очень круто смотрится. Друзья, напомню, что я дублирую ролики ВКонтакте. Если по какой-то причине вам не нравится Ютуб, и вы больше приверженец отечественных ресурсов, то регулярно ролики выкладывают сюда. Там можно посмотреть некоторые фотографии из заездов. Тоже подгружаются в ВК. Помимо этого есть еще и та сетка, которая в России за последнее время не открывается. Но эта сеть изначально была рассчитана исключительно только для фотографий. Я думаю, что вы понимаете, о чем я. Как вот здесь вот прям по подвесочке то он прошел. Там регулярно фотки каждый день. Ну, если у вас есть VPN, переходите, смотрите. Смотрите, опять одна фара у меня загорается, а вторая что-то как не хочет. Я прям только обеими руками за вот в таких историях. Я уже говорил, что было бы здорово, если вы любите играть, к примеру, как днем, так и ночью в плане игрового времени. Если вдруг вы, к примеру, там, где-нибудь зацепили какую-нибудь елку и у вас произошел с ней контакт, ну, представляете, раз и разбили одну фару. Света стало на 50% меньше. А вам нужно ехать. Здорово, здорово. Так, мы с вами уже почти приехали. Так, я сейчас, по-моему, собью знак осторожной оленя. Вот если его раскочегарить немножечко и не останавливаться на подъемах, он прям тащит. Даже вот на слабеньком движке. Но стоит вам остановиться, все. Приходится немножечко раскачивать его. Если вы смотрите мой канал уже давно, вы прекрасно знаете, я люблю очень такие старые олдскульные машины и обеими руками за, особенно, когда мод сделан хорошо или неплохо. Вот эта машинка на самом деле выглядит и как снаружи, так и внутри наверное на хорошую четверку. Поэтому как-нибудь надо будет еще на нем погонять, особенно если нужно будет доставить воду. Друзья, между тем я уже привез наш мусорный контейнер и давайте будем разгружаться. Напомню, что если вдруг ролик понравился, не забудьте поставить лайк, если вы еще не подписаны на мой канал, самое время это сделать. Ну а я буду с вами прощаться, всем удачи, всем пока и увидимся в следующих заездах. Друзья, если вдруг вы досмотрели до этого момента и до сих пор не ушли, тогда для вас бонус. Помните, я говорил про вот эту версию с пожарной бочкой? Здесь есть еще несколько опций, которые я вам не показал. Вот только что их обнаружил и хочу этим поделиться. Ну, во-первых, среди опций есть сирена и как раз вот этим кузовом она включается. При этом у меня стоит здесь гораздо более мощный мотор, если не самый. И обратите внимание, как по сравнению с прошлым грузовиком, на котором мы с вами везли мусорный контейнер, стартует вот эта версия. Согласитесь, и быстрее, и бодрее. Правда, из-за того, что, ах, шины все-таки у нас зимние, на дороге хорошенько сносят. Но это не все вещи, которые я вам хотел показать. Обратите внимание, давайте выключу эту сирену, быстро вымораживает мозг. Здесь открывается еще задний борт, и если вы думали, что я хотел показать вам вот эти вот азиатские иероглифы и некую бочку, нет. Присмотритесь, вам не кажется, что сюда можно что-то погрузить. Прям очень похоже на такой погрузочный вариант. Вот как раз сейчас хочу это узнать. Я уже на ближайшем складе поставил кран этой же модификации. И вот как раз сейчас доедем и посмотрим, можно ли сюда что-то погрузить. Если конечно можно, это будет просто фантастика, а не модификация. И с водой, и с грузом катайся не хочу. Давайте аккуратненько сейчас проедем по вот этому участку. Он достаточно интересный, с такими небольшими... Это как это, я назад поехал? Нифига себе! друзья, если что, я сейчас не переключал скорость. Вот только что. Ну-ка попробуем еще раз. Автомат. Вот обратите внимание, если сейчас он покатится назад, иконки в нижнем правом углу, что я переключаю скорость, не появятся. у него есть какие-то рывки, он вдруг начинает ехать назад, но не всегда. Вот в ямку он сейчас попал, ну-ка. Фиг знает. Видимо, какое-то проклятое место там на съезде, и коробка начинает сдавать на азиатских машинах резко назад. Смотрите, как тащит через вот эту лужу. Сейчас подвеску наверное побью. Задний свес очень низкий, задеваем. Ну что, попробуем. Представляете, сейчас раз и погрузится. И мало того, что сможем это все безобразие еще и закрепить. Наверное, вот так будет достаточно. Открываем. Пересаживаемся. Ну и приступаем к погрузке. У меня шина что-ли спущена. А, не, он просто так немножечко подсел. Я уж думал, где-то пролюбил колесо. давайте прям впритык поставлю. Слушай, это же, по-моему, идеально ровно получилось, а не левая сторона чуть-чуть по-моему больше. Ну, это уже не столь важно. Глушим, пересаживаемся и момент истины. Да ладно. Что, реально можно погрузить? А, не. Все-таки нельзя. Может быть слишком узкое, поэтому, но согласитесь, сама идея была очень крутая. А если, знаете, еще вариант попробовать закрыть его? Эй, защемило песочек. Ну, как бы, если у вас стоит менее дерзкий двигатель, либо вы едете прям на самых малых оборотах, то, наверное, какое-то время вы так сможете проехать, но не более. в конце концов, как говорят, на безрыбье и рак рыба. Если вдруг один палет как-то надо по ровному участку довести, то вот такой откидной задний борт вам в этом деле поможет. Все, друзья, теперь точно буду прощаться, вот, увидел интересную опцию и все-таки решил вам ее тоже показать. Если понравилось, не забываем ставить лайк, подписываться, ну, а я точно вот все теперь на 100% с вами прощаюсь, всем удачи, всем пока и увидимся в следующих заездах. Субтитры сделал DimaTorzok